Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Вика Романец отказалась строить отношения с Тимуром Гарафуддиновым. Она подготовила шикарное свидание преподавателю по актерскому мастерству Алексею Секирину. Но Алексей отказался от свидания, ему это не нужно, он счастлив в браке. Тимур не смог набраться смелости выяснить отношения с преподавателем и стал всех оскорблять. Он сорвался на Игоре Трегубенко и в итоге Тимур и Игорь дрались в зале на перчатках. Тимур травмировался, у него вывих плеча и ему пришлось обращаться в поликлинику. Но в отношении Вики Тимур все же не сдается, он хочет ухаживать за ней и дальше. В видеоблоге он попросил у подписчиков помощи. «Друзья, помогите мне придумать какое-нибудь безумное свидание для девушки», – сказал он. Катя Гужвинская с Вовой Гаути целыми днями ругаются. Она все так же хочет проводить больше времени вместе, а он стремится к самореализации. Все мы знаем, что Вова пришел за пиаром на проект. Руслана Мишина рассталась с Ильей Ебаровым. Мы уже рассказывали, что он переметнулся к новенькой Элине. Руслана пишет, «Я ничего плохого ему не сделала, но от меня почему-то снова ушел мужик. Наверное, не тех выбираю». Она переехала в женскую спальню, но там мест не было, поэтому Руслана выставила вещи Элины и заселилась на ее место. А бывшему парню и его новой пассии она оставила романтическую атмосферу в комнате. Младшая дочь Татьяны Африкантовой Яна оказалась умнее мамы. Татьяна Владимировна писала, что хочет определить Яну в «Дом-2» в ближайшем времени. Но из-за шквала критики и негатива ей пришлось срочно удалить этот пост. Яна же, которая исполнилась 15 лет, пишет, что за слухи, ни на какой «Дом-2» никогда я не пойду. Саша Артемова вернулась на поляну с новым четвероногим другом Яшей. Она сдавала сессию. Саша рассказывает, «С моим мужчиной все не как у всех. За это его и люблю. Мой встретил меня в аэропорту не с охапкой цветов, а подарил игрушечную крысу». Подписчики пишут Саше в комментариях, как же шапокляк и без крысы. У Кати король с Денисом и у Саши Харитоновой с Владом Маливановым все замечательно в отношениях. Подписчики отмечают, что король стала выглядеть лучше, наконец-то оделась, правда, как подросток, но это лучше, чем было. Яна Шофеева, из-за которой недавно подрались Алекс Гулиев и Андрей Черкасов, утверждает, что она не рассматривает Алекса для серьезных отношений. Ей нужен только Черкасов. А через несколько дней девушка отправляется с Андреем в Новороссийск. Она будет сопровождать его в поездке по работе. Бывшая участница проекта «Либерж к подону» не смогла продать свое свадебное платье, в котором она выходила замуж за Женю Руднева. Как вы помните, брак был коротким и неудачным, и поэтому она решила поставить защиту на платье и сделать чистку от негатива. Она пишет «Мое свадебное платье будем заряжать обрядом от неудачи, на счастливый долгий брак и скорейшее появление маленьких». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!